Всем привет, это Дмитрий Эдберг и сегодня у нас матч первой лиги клуба теннис для каждого в Киеве, чемпионата летнего 2021 года, Поплавский Валентин и Усенко Анатолий. Матч интересен, потому что это противостояние так называемого Топспинера, это Поплавский Валентин, он в светлом там играет на заднем плане сейчас, и Махрового и Пушера Усенко Анатолия, грозного Пушера, который громил всех, никто его не мог пробить. И более того, недавно они играли, там месяца полтора назад, и Усенко Анатолий обыграл Поплавского Валентина, это был их первый матч, и тогда Усенко Анатолий обыграл, уверенно, то есть как бы пушерство, защитный стиль, толчки мяча победили Топспины и Атаку. И это было связано с тем, что Валентин никак не мог завершать на сетке, и в общем-то за полтора месяца он не научился так и завершать на сетке, мы это убедимся в этом сете, но, как бы тут такой, вот смотрите, как ошибается Валентин, и тут была интрига в чем, что возьмет ли Валентин реванш, во-первых, это его родной корт, вот этот грунтовый, он там играет практически каждый день, и Анатолий согласился к нему приехать, в общем, и как мы видим, все начинается плохо для Валентина. Да, Валентин сразу проиграл первый гейм, сейчас он к нам спиной, смотрите, как он близко вторую подачу пытается принять, смотрите, он входит в корт, и сразу же атакует, и попадает в аут, смотрите, он ошибается, то, что делает пушер Анатолий, он вынуждает ошибаться, при том, даже не то, что вынуждает, а Валентин сам ему дарит эти ошибки, Анатолий как бы пытается их насобирать, чтобы сделать себе счет, и делает, пока 1-0 он ведет, смотрите, завязывается такой розыгрыш здесь, достаточно, долгий, большой обмен ударов, коротко играет Анатолий, Валентин играет из корта, вот вошел вообще на хавкорт, и положил здесь. Смотрим еще раз на повторе, вот Виннерс, я сделал not too bad, старый добрый прием Джоковича, как бы, чтобы как-то приукрасить нашу игру, 30-15 Анатолий все равно ведет и подает, он оторвался с брейком, Валентин опять вошел очень глубоко в корт, и пытается сразу, ну, забивать, атаковать, и ошибается, пока у него процент ошибок зашкаливает, И здесь он попадает, да, мяч нырнул там под линию, 40-30, Анатолий вот глубоко сыграл, хорошо, ну, пушерит, делает свое дело, толкает мяч, накручивает такие горбушки, вот под резочку, вынуждает Валентина войти в корт, и вот здесь он ошибается, ну, в простой... Тайное число, которое скрывается для тенниса, оно будет раскрыто в видео «Теннисная геометрия» для патронов канала, переходите по ссылке, становитесь патронами канала, поддерживайте канал, и вы узнаете, какое тайное число поможет вам побеждать чаще, поехали! И счет 2-0 в пользу Анатолия, что может сделать Валентин, чему он научился с прошлой игры, когда он проиграл тогда в борьбе, ну, в общем-то, ничему не научился, по сути, он ничего не меняет, все так же лупится с задней линии, все так же топ спиннит, и 2-0 проигрывает. Смотрите, хороший кросс, я даю повтор, публика в восторге, 15-0 он повел, ну, в общем-то, запас есть у Анатолия 2-0, но как бы и все, ой. Как видим, на сетке не научился Валентин еще закрывать, кинул ему, как говорится, на лопату, Анатолий, я люблю это выражение, на лопату, а как там по-другому скажешь, ну, забей, да и все. И счет 15-15, смотрите, на короткий мяч выходит и срывает опять удар, опять можно поставить вот такое. 15-30 выигрывает Анатолий, и смотрите, что творит. Я тоже поставил not too bad, чтобы не обижать Анатолия, и, в общем-то, смотрите, он как бы сейчас по счету выигрывает, смотрите, двойная ошибка, выигрывает 3-0 Анатолий. Ну, в общем-то, все ясно, значит, пушер, как всегда, перепушерил топ спинера, который сгоряча все нашибался, все понадаривал, ничему не научился на сетке, ничего не сделал, в хавкорте тоже в сетку пробил. И 3-0, в общем, все ясно, можно ставить крест, но не совсем. Смотрим дальше, как будет складываться этот матч. Поплавский, значит, проигрывает 3-0, Анатолий начал, так сказать, дарить. Двойная ошибка не обязательно было делать. И уже 0-30 повисает гейм, но ничего страшного, в любом случае, смотрите. Винер со второй подачи делает Валентин, то есть он с каждым геймом, с каждым ударом, он все лучше пристреливается, все лучше у него получается, все лучше он чувствует мяч, и все лучше. Прежде чем продолжить, я попрошу вас подписаться на этот канал, если вы еще до сих пор не подписаны, потому что это очень важно для продвижения этого канала в YouTube и для его дальнейшего существования. Поэтому, если вы еще не подписаны, пожалуйста, подпишитесь на этот канал. Поехали дальше. И 3-1 размачивает счет Валентин. Но все равно, как бы, Анатолий готов в хорошей форме, он готов и дальше все перебрасывать, играть экстра болт, так сказать, на один удар больше. Но валик накручивает, вот он входит в корт и, смотрите, забивает все больше винерсов. Все больше у него получается. 30-0 он уже ведет на своей подаче. Хороший, смотрите, с каким вращением. И здесь вот нетбол такой вешает Анатолий. Удача ему пока улыбается. Нетбол он повесил. Валентин его расстреливает. Получает короткий мяч. Смотрите, как прокручивается Анатолий. Анатолий. Но пока еще ничего не предвещает беды. И счет 40-15. И 3-1 ведет Усенко. Поэтому, как бы, еще ничего страшного. Как бы, он выжидает ошибки. Но вот допрессовывает его валик. Допрессовывает своими топ-спинами. Смена сторон. 3-2 на подаче Усенко. Вот, смотрите, опять входит глубоко в корт валик. И там расстреливает Анатолия. То есть, надо подавать все-таки как-то поглубже в свою подачу. Ну, смотрим, что в таких более средних розыгрышах валик входит в корт. Из бэкхенда, в общем-то, неплохо бьет вдоль линии. Вот здесь он хорошо бьет диагональку такую. Раскручивает. И там опять мяч ныряет под линию. И 30-0 валик ведет уже. Повисает гейм. Смотрите, опять глубоко в корте принимает. Но ошибается. Сейчас попадает в трос. Ну, пока мы видели, что вроде как процент валик чуть-чуть больше забил на таком приеме. Здесь он в линию... По линии не получился удар. 30-30. Опять он глубоко вторую подачу принимает в первый квадрат. И расстреливает Анатолия. Диктует ему розыгрыш. Но здесь почему-то срывает удар. То есть, в общем-то, не обязательно. Можно было сейчас 40-30 выходить. А в итоге все получилось наоборот. Геймбол у Анатолия. Подача под лево. Валику завязывается вот розыгрыш. Вот пытается валику коротить. И смотрите, какая комбинация. Выманил на сетку и сыграл свечой. И здесь вот аут. Аут по ширине. Можно похвалить Валентина, что он разыграл эту комбинацию. Это ему не свойственно. Это больше такие пушеры любят делать. Как-то играть так вот по месту. Точно раскатывать. Вот. Но тут вот валик переграл пушера его же оружием. Вот опять завязывается розыгрыш. Анатолий начинает мунболить мяч, чтобы сбить ритм. В принципе, его понять можно и правильно делает. То есть, вот валик выиграл игру. Но пока запас есть еще по счету. Вот не обязательно было сейчас Валентину ошибаться по ширине. И больше у Анатолия. Опять валик вошел, чтобы близко к сетке принять эту подачу вторую. Отбивается Анатолий. И вот валик опять не забивает. Хотя была ударная позиция. И 4-2. В общем-то, все понятно, что пушер добьет сейчас топ спинера. Потому что топ спинер ошибается часто. Много невынужденных ошибок в атаке. 15-0. Валентин ведет на подаче. Опять топ спинит. Хорошо сейчас чувствует. Но с каждым ударом у него все больше уверенности. Потому что он как бы улавливает ритм Анатолия. Но что толку? Вот Анатолий сейчас пока держит глубину. И вот ошибается, что ему не свойственно. Но вот такие ошибки ему делать нельзя. 30-0 ведет валик. Может сократить счет по геймам. И опять ошибается Анатолий. И смотрите. 40-0 уже. И вот опять не принимает. И под 0 берет легко. Легко берет этот гейм. Валентин. Счет 4-3. Но Анатолий на подаче. Первая подача такая прямая прошла. Но в общем-то никакого бонуса от этого не получил Толик. Смотрите. Поширит. Впускает в порт Валентина. Но повезло, что сейчас аут по длине был. Расстреливает при первой же возможности Валентин. И 15-15. Что можно констатировать? Что у Валентина если проходит атакующий мощный удар. То он уже диктует весь розыгрыш. Потому что Анатолий пытается как-то вот так вот. Такими бэкэндами как-то там накрутить, навертеть. Но не всегда это уже сейчас начало получаться. И уже 30-40. 30-15 в пользу Валентина. Он хорошо ловит мячи. Смотрите как он накручивает. Смотрите лупит. С форхенда на форхенд. Бьют. И Валик хорошо накручивает Анатолию. Толик же держит пытаться длину. Держит пытаться поширить. Но впускает в корт и получает вот такое наказание. Валентин перестал уже ошибаться. Как это было в начале этого сета. И начинает потихоньку догонять Толика по счету. И вот он. Сейчас чуть-чуть небольшой аут был. Но еще брейкпоинт есть. И вот смотрите что делает Анатолий. Он делает двойную ошибку. Не обязательно абсолютно. И 4-4. Счет 4-4 выровнял игру Валентина. И сейчас он уже кажется большим фаворитом этого матча. Потому что он уже как бы пристрелялся. Вот этот шок Пушера в начале сета. Там где Валик пристреливался. Вот ошибался. Вот как сейчас прямо. Он уже потихоньку проходит. Вот. Что сделает Толик? Что он будет делать? Он ничего не будет делать. Он будет дальше играть в таком же стиле. И все зависит сейчас от Валентина. Как он будет расстреливать. Как он будет забивать активными действиями очки. То есть другим словом. Сколько он больше забьет. Чем ошибется. Или нет. Вот уже длинный розыгрыш завязался. Много ударов. И долбит Валик в один угол. А потом переводит в другой. То есть сделал ударов 5-6 кроссами. А потом перевел по линии и забил. Не ошибся. Молодец. И здесь смотрите. Второй нетбол падает. В пользу Анатолия. Это мы сейчас замечаем. И отмечаем. То есть элемент удачи присутствует. И в таких матчах он очень важен. 30-15 ведет Анатолий. Держит оборону. Вынуждает ошибаться. Но Валик не ошибается. Пока он контролирует. Смотрите. Достаточно плотно, глубоко бьет. И Анатолий не сдерживает оборону. 30-30. Можно сказать ровно. Накручивает свои топ спины. Валик зашел. И вот смотрите как забивает. Дал повтор я. И геймбол у Валентина. То есть он уже перехватил инициативу. И просто как бы. Как сказать помягче. Разбрасывает соперника. И вышел вперед 5-4. В общем-то здесь Валентину надо добивать Пушера. Но вот здесь небольшой аут. Как бы. Смотрим. Подача под левую руку. Короткая была. Валик накручивает топ спин. Вот с бэкэнда пытается накрутить топ спин. Все попадает пока. Входит в корт. Ударная позиция. Хороший острый удар был. Вот хорошо ногами отошел назад. Толик его отбросил. В общем-то грамотно пытается действовать. Толик восстановил в этом розыгрыше. Так сказать. Ритм. Вот. Но Валик не ошибается и накручивает. И в общем-то можно сказать, что он как бы ищет более короткий мяч, чтобы забить. Толик держит оборону. Приходится играть с бэкэнда сейчас. И не попадает. То есть Толик вынужден ошибиться. Валентина. То есть пережил. Сыграл этот экостробол. Вот. И тут еще как назло. И тоже принимает очень близко к сетке. Валик и 0.40. Вот. И смотрите. Счет 5.5. То есть Анатолию повезло, что он восстановил вот этот. Достался ему этот гейм относительно легко по счету. Но как бы пришлось поработать. Ничего не скажешь. Анатолий хорошо там оборонялся. Вот. Смотрите. Валик работает ногами. И входит в корт. И назад возвращается. Анатолий пытается его дергать по глубине. Относительно. Но. Вот смотрите. Попадает в потолок. И 15.0 Валик ведет. Входит в корт. Хороший под форхенд. Вот здесь не обязательно было ошибаться. 15.15. Повнимательнее надо бить такие. Вот это вот слабое звено у Валика. Вот эти вот мячи. Вроде бы простые. 15.15. Подача. Вторая была. Кстати. Обращаю внимание. Что у Валентина вот уже 5 геймов. Ни одной двойной ошибки не было. А у Анатолия была. Была двойная ошибка. То есть. Можно сказать. Что. Как бы. Как для любительского уровня. Хороший показатель. Что. У ребят не дрогнула рука. Они как бы это сильно хорошо подают. Понятно. Что не сильно. Но двойных ошибок не делают много. Смотрите. Как заклевывает Валентин. Топ спинами. 30.30. Вот выровнял счет. Сейчас. Опять входит в корт. Опять топ спин. Вдоль линии. Попадает. 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 Монболить начал. Анатолий. Сразу. И сразу. Все равно уходит на заднюю линию. Не разыгрывает он. Не выходит он на сетку. Ну. В принципе. С валиком это сложно сделать. Активными действиями валика. Отыгрывается. 40. 40. Ровно. В общем-то. Это сейчас ключевой гейм. Потому что надо валику забить. И сделать счет 6-5. Выйти. Чтобы можно было 7-5 выигрывать сет. Вот. А иначе наоборот будет. То есть очень важное очко сейчас. Ключевое. Что дойдет до этого. И что валик говорит. Пустой удар. И он попадает в аут по длине. При переводе на линии. Забежал под форх. Им такой был. Как бы да. И говорит. Пустой удар. И завалился у него. Это мы разберем. На дополнительном контенте. И вот. Валик на ровном месте. Как говорится. Сплавил 2 очка свои. И 6-5. Анатолий. Вышел. Подавать на сет. И вот. Завзято держит оборону. Вот. Сейчас попадает в аут. 15-0. Валик ведет. Надо цепляться. Переводить на тайбрейк. Удавшим это или нет. Сейчас хорошо проходит удар. Глубокий. Ну просто. Красота. 30-0. Уже. В пользу валика. Анатолию надо собраться. Вот опять атакует со второго мяча. Валентин. Накручивает ему топ спины. Заходит. И вот смотрите. Опять на лопату. И на лопате не играет. Не играет. Валентин. С лета. Хотя вот счет был. Сделай забей там. И сделай 40-15. И не мучайся. Вот. Но не получается. Тем не менее. Вот. Сейчас. Есть шансы. Вот смотрите. Болезнь. Валентина. Что он эти бэкхенды бьет плохо. Попадает в сетки. Загинал ему мяч под неудобную руку. Толик. И еще 30-30. И сейчас очень важное очко. Потому что либо будет. Ну вот что будет. Будет. Сетбол. И. Толик подает. Пытается первым мячом подать. Обращая внимание. И вторую подачу подает. И попадает. Попадает в сетку. Двойная ошибка. На сетболе. Это вторая двойная ошибка в этом сете. То есть нельзя сказать. Что Анатолий ими грешит. Но вот она выпала как раз на сетбол. И этот момент мы запомним. Вот. Сейчас аут. И уже брейкпоинт. Может сейчас валик перевести игру на тайбрейк. Но. Ошибается. Вот пытался. Остро пробить вдоль линии. С приема. Так. Что здесь происходит. 40-40. Ровно. Тоже важное очко. Важный розыгрыш. Смотрите что делает. Валентин как бы не ослабляет хватку. И бьет. И получает брейкпоинт. Толик подает. И смотрите. Хорошо. Хорошо раскатывает. Сыграл. Немного он сыграл так на вылет. Но как бы не сильно. Но. Сделал комбинацию. В один угол дал в другой. Вошел в корт. В общем то молодец. В ответственный момент. А здесь. Опа. Смотрите что происходит. Как среагировал. Как среагировал. Валик. С нетбола. Он там среагировал и забил. То есть это мог бы быть третий нетбол. Но Валик был рядом. И сыграл в другой угол. И переводит игру на тайбрейк. Вот по вот этой ссылочке вы можете стать патроном и поддержать канал. Получить доступ к дополнительному контенту обучающему. Где я рассматриваю любительские матчи. Мы анализируем ошибки. Без всякой воды. Конкретные любительские кейсы. Разные матчи. Разные соперники. Разные типажи. Которые встречаются в любительском теннисе. Поэтому если вы хотите улучшить свои результаты. Становитесь патроном. Поддерживайте канал. Переходите по ссылке. И на странице патреон вы получите дополнительный обучающий контент. От любителя тенниса. Вам любители тенниса. Поехали дальше. Тайбрейк. Валик на подаче. 0-0. Сейчас очень важно. Ну психологически. Поскольку два соперника такие у одного серия. Побед в очках и у другого. Вот смотрите. Толик пошел на сетку. И тут его валик наказывают. То есть что я хочу сказать. Что топ спинер. Валентин. Если у него идет серия. То он может сразу 3-4-5-6 очков подряд забить. Но если не пойдет. Точно так же он может их и проиграть. То есть вот. Здесь как говорится. Пан или пропал. И вот пока 1-0. Валентин ведет. Толик пытается сбивать ритм. Пушерит. И мунболит частично. Но вот все равно его наказывает валик. Потому что ну. Надо сказать опять таки. Подчеркиваю. Это его родной корт. Он там все знает. Каждую кочку. Вот. Это не оправдание. Но сам факт того. Что там валик. Уж где-где. Вот на этих кортах. Он должен играть уверенно. Не зажато. И 3-0 ведет. Смотрите. Активными действиями. Он прессует Анатолия. То есть тут его атака воодушевилась. И он набирает очко за очком. Сейчас. Смотрите. Раскидывает как по углам. Все точно попадает. И вот. Посмотрите что творит. Гоняет по углам. И вот. Толик не справляется. 4-0. Ну можно сказать. Что сейчас тайбрейк уже сделан. Уже сделан на 80%. Но 20% еще. Толик может как-то изменить. И ему помогает валик. Попадает в сетку. 4-1. Значит. Есть еще какой-то шанс. Нельзя Анатолию проигрывать ни одного очка. Сейчас надо внимательно играть. Вот. Говорит. Аут. 4-2. То есть все. Уже ситуация не критичная. Опасная. Но не критичная. Надо быть внимательным. Толику. Вот он держит оборону. И проваливает удар. 4-3. На тайбрейке. В общем-то уже. Можно сказать. Выровнялся счет. Но валик хорошо ловит точку удара. Хорошо накручивает свои топ спины. Все раскладывает. Хорошо подходит ногами. В хорошем расположении духа он находится. И вот смотрите. Допрессовал. Добил Анатолия. И 5-3. То есть валику уже спокойнее играть. А в то время как у Толика наоборот настроение немножко падает и падает. Потому что соперник не ошибается. А вот уже 6-3. И фактически повисает весь сет. Вот. Подает слабенько под левую руку Анатолий. И хорошо подходит ногами. Валик. И все. Победа за Валентином. Второй сет этой игры закончился 6-2. Валентин еще больше уверенно размочил эту игру. Так сказать 7-6-6-2 получается выиграл. Ну мы его поздравляем. Он взял реванш. Ребята подписывайтесь на канал. Ставьте лайки и колокольчики. С вами был Дмитрий Эдберг. Канал Болт. До новых встреч. Всем пока.